красный удовольствие все вместе злость бег архитектура здоровье ну какой самокопание гурами я дмитрий перышков так случилось что на количество времени назад я стал заниматься дизайном поэтому я являюсь креативным директором и сам компания которая раньше называлась директ дизайн потом директ дизайн вижу брендинг а теперь диди випи принципе вот все что я могу про себя сказать представить потому что практически вся моя жизнь как бы это компания то чем я занимаюсь конечно же помимо этого не огромное количество всяких увлечений потому что можно сдохнуть заниматься дизайном всю жизнь ну вот когда был маленький хотел быть их теологом но прям реально вот их теологом не даже бабушка помню все время подарила книжку я изучал растения в то время был очень популярен жак и в кусту который спускался тогда безумно интересная но класс наверное до 6 до 7 прям четко понимал что буду заниматься их теологии нырять в океаны изучаясь ходить на подлодка где-то и так далее потом все потихонечку это ушло вместе с высохшим аквариумом я начал увлекаться там еще всякими вещами и как-то это все делать он под успокоилась и я прошел через большое какое-то количество всяких разных увлечений а дизайнами заниматься начал но это как бы такая сейчас легенда я ее всем рассказываю конечно чуть сложнее у меня есть два моих друга два товарища один поэт александр шаганов который писал для но практически для всей там российской эстрады и он очень сильно перевернул поэтическое песенное творчество вообще как таковой и второй товарищ игорь мутвиенко слышали за продюсер и любые так далее вот и как-то мы сидели у меня на кухне и я тоже питал пытался что-то бренькать сочинять что-то и саша покривил носского без уши ведь но у тебя не очень хорошие стихи мутвиенко ведь да да горит его ты там коду неправильно держишь и так далее не надо заниматься где музыкантом саша там порядка бы ты будешь художником вот как раз сейчас два альбома выходит давай оформляй вот и я начал оформлять им пластинки и собственно говоря вот с этого у меня началась моя история графического дизайна потому что я в течение энного количества времени сидел на фирме мелодия и там шарашил диски делал вот а потом помогал товарищу еще одному своему делать проекты какие-то интерьерные и у него была знакома которая работала в первом рекламном агентстве это было такое агентство столичных сообщений про это уже никто не помнит мы сушим там надо помочь какие-то рекламные объявления сделать это был там далекий 90 какой-то год про рекламу никто ничего не слышал вот я что-то нарисовал заработал неожиданно денег вот пришел к своему товарищу быть вот смотри к тебе денег заработал спасибо тебе за хорошую нахолку так подожди столько много денег за что вот за это и мы вдвоем перешли в это рекламное агентство тогда и это вот самое такое начало потом понятное дело мне не было профильного образования я заканчивал инженерно-строительный институт и но как бы всегда рисовал что-то делал что-то придумывал не собственно говоря вот с этого агентства столичных сообщений и начали двигаться потом мне не хватало понятное дело образование заканчивал были курсы художников книги такие при союз журналистов как раз тогда я познакомился с глянушкиным и шрифты и то все 5 10 но конечно же это все самообразование и как не смешно звучит вот эта история такое такой стены мы же сидели как в помоечке в такой как бы закрытой игра началась перестройка мы выглядывали посмотрели что там вокруг поэтому мы как пылесоса начали впитывать в себя знание там мне привозили какие-то журналы за границей огромное количество всего это смотрел поэтому то что у меня инженерные мозги это позволяло кластеризировать всю эту информацию как-то выкладывать и вот собственно говоря так и так и пошло и никогда не хотел работать на кого-то потому что первый мой опыт был очень неприятный я ну сейчас вам тяжело понимать но когда понимаете то что я сейчас расскажу ты заканчивал институт и после этого ты должен был по моему три года отработать на том или ином производстве куда тебя посылали вот представьте себе я оформляю пластинки там знаком с какими-то там эстрадными звездами быть ты пойдешь работать на же были завод железобетонных изделий что туда пойдешь на же бы и работать я лишь прихожу это какой-то ад вокруг ну просто реально кромешный ад какие-то вагонетки и какие-то ходят люди рабочие и подходит ко мне главный инженер и говорит дим будет у тебя там на там какой-то линии сломалась вагонетка я захожу интеллигентный мальчик такой как бы открывает дверь там следствия вы знаете там на вторую линию там на третье сломалась вагонетка не так смотрели и продолжает играть длину так я раза три заходил потом в какой-то момент я собрал весь мат свой какой только я знал зашел так с рубрика они бы так бы сказал начальник сейчас все будет сейчас все сделаю вот и я понял что я не хочу работать там ни на кого-то ни в киеве жбы и я начал писать заявление об уходе директору он меня не увольнял потому что меня странным образом я вообще был как вставной зуб на этом жбы и а мне почему-то все эти слесарю не слушались они меня страшно любили как бы я тебя не уволю быть за последние там 10 лет лет это первый человек которого как быть слесари как бы слушать вот я потом пришел принес пластинку это мало пугачёвы и там любое там какие-то там будет вы знаете вот смотрите я вот вот чем я занимаюсь я не могу работать здесь а потом ночами оформлять пластинки я не хочу могут клевать самодеятельность нам тоже нужно но но через полгода меня отпустили и я понял что я хочу работать только на себя поэтому было несколько компаний дизайнерских которые создавал пока как бы там одна вторая третья блок это по графе пока мы не повстречались с фигином собственно и сделали тогда уже то чем мы собственно занимаемся сейчас эту компанию со сникерсом и у меня и у лёни страшная история на самом деле потому что мы работали по 16 часов в сутки прям я прям без шуток говорю мы работали по 16 часов в сутки мы приходили рано уходили поздно не было времени отвлекаться на еду и тогда как раз появились это не девяносто первое это чуть позже появились там сникерсы твикса и нам погубили плево ты съел там сникерс один энергию полно там же сахар калории до хрена и мы начали жрать эти сникерсы и для нас это было прям вот отличное поспорье уходить никуда не надо быстро съел в процессе работы так далее вот но потом через примерно полгода через год мы начали весить вот ты сейчас там вещи пополнял чуть не тем не менее я весел и меня был 54 размер ты лёня видел он вот такой как у него был примерно 52 53 мы были такие два пузана таких огромных и поняли что надо заканчивать с этим сникерсом но было такое знакомство и теперь наверное количество лет отбила хохота я на него смотрю и теперь так осторожно я сейчас не смогу перенестись в то время и там придумать какой-то слоган для сникерсов вот точно совершенно потому что я его не воспринимал как объект рекламы это было жрачка такое но скорее всего то что потом впоследствии сделал омлинский и то что сделали ребята как бы рекламных агентств сделав им стратегию что это топливо ну по большому счету вспоминаю наверное мы делали бы тоже самое придумали я не скажу счастья сходу слоган но про именно про топлива потому что помогал мгновенно собраться и вперед у нас не было но как таковых иностранных агентов нам не приходили иностранцы и не говорили клиентам иностранцы не приходили мы хотим у вас заказать это были ну как бы российские люди которые работали в российских смысле в иностранных корпорациях поэтому ну хотя для нас это было конечно очень круто мы работали тогда для швепса что-то делали причем самое смешное то что это вот уже прошло сколько там 25 с лишним лет и мы несколько раз переделываем дизайн чашлепсы вспоминали совсем недавно что мы делали какие-то для них объявления сейчас не помню но для нас это было очень круто потому что ну это вот прикоснуться к тому миру потому что мы очень хотели выйти у нас даже было выйти за пределы своей страны потому что мы хотели быть частью мировой дизайнерской компании и работой с иностранцами с иностранными брендами для нас как раз это было ощущение себя что мы часть мирового дизайнерского сообщества хотя сейчас я смотрю это конечно такое было очень все смешное не было опыта сейчас же все очень сильно глобализируется и рекламы сделаны там не знаю в москве в риге там в нью-йорке либо еще где-то она практически не отличается все начинают уходить к истокам нет локальным каким-то привычкам да а глобальным каким-то трендам которые они по всему миру и тогда и сейчас это практически одна и та же история понятно что очень сильно расширяется кругозор мы очень много читаем смотрим читаем аналитические какие-то вещи но по большому счету всегда пропускаешь все через себя конечно с какой-то поправкой на то что все таки мы не являемся часть частью там масс-маркета но глубинные человеческие какие-то инсайты они у всех одинаковыми абсолютно поэтому когда делаешь там либо рекламу либо делаешь какой-то дизайн ты всегда смотришь как бы ты это воспринимал вот если ты шел там не знаю на улице залез в интернет там либо еще куда-то и очень мне мне так кажется очень многие грешат тем что делают экстраординарные какие-то вещи которые очень красивые они с очень глубокими какими-то там двумя-тремя слоями но они непонятны никому и такой рекламы очень много сейчас нет времени для того чтобы там ребусы какие-то там разгадывать если конечно у тебя таргет-групп не то аудитория которой нужно разгадывать ребусы они не хотят воспринимать там прямую рекламу но в основном только через себя пропускаешь